Детский ответ взрослым угрозам. Школьники из пяти стран мира обсудили в Иркутске проблемы безопасности, как предотвратить войны, экологические и техногенные катастрофы, как защититься от зависимости. Такие недетские вопросы подняли на встрече. С подробностями мои коллеги. В зале 55 подростков из России, Республики Корея, Китая, Монголии и Японии. Несмотря на юный возраст, ребята провели серьезные исследования, подготовили доклады и готовы обсудить новые способы обеспечения безопасности и сохранения мира на планете. Мы с другими ребятами посмотрели программу, где наша сверстница рассказывала о своем путешествии в Израиль, о том, как живут люди в условиях непрекращающегося военного конфликта. Вся их повседневная жизнь строится на ощущении безопасности. Для тех, кто живет во время конфликтов, это первостепенное чувство. История нашей соотечественницы – основа нашего доклада. Хозяева форума иркутяне предложили обсудить опасности, которые подстерегают во всемирной паутине. В социальной сети ими пользуемся мы все, как и взрослые, так и дети. И проблем, именно опасности в сети существует огромное множество. Это и взломы, это и мошенники. И, в общем, нужно быть осторожным на каждом шагу, следить за тем, что ты делаешь в сети и за тем, что ты читаешь. Большинство современных угроз не так хорошо исследовано, уверено в правительстве Иркутской области. Скорость осмысления того, что именно несет технический прогресс, не поспевает за скоростью самого прогресса. Вопросы, которые рассматриваются сейчас, являются одним из самых главных, наверное. Потому что та потрясающая эволюция технологий, в которой мы живем, приносит нам не только благо. Оно, конечно, благо. Но очень многими благами надо правильно воспользоваться, грамотно воспользоваться. И создать вокруг себя определенную безопасную зону. Кроме обсуждений, гостей форума ждала насыщенная культурная программа. В Иркутске дети провели 9 дней.